Вот, друзья, покажу вам наконец-то наш дом. Снизу это я с автомобиля своего снимаю. Жду, сейчас открою гараж. Вот у нас гараж наш. Что-то, блин, о, открывают. Я поехал. Меня пошла на тренировку записаться, на фехтование будет ходить. Шучу я опять. Ни на какой она, ни на тренировке, просто пошла в АТБ, вот напротив, просто я снять не могу. Пошла за горбузами, будем кушать горбузовую кашу. Говорят, очень полезная. А живем мы вот в этом доме. Опять шучу. Я вас вообще запутаю. Короче, это должен быть быть грибной суп. С морковочкой, с лучком, с зажарочкой. И? Ты поймала лень? Нет, я поняла, что если будет у нас грибной суп, ты съешь грибной суп и скажешь, что-то пустоватенькое. Поэтому лучше съесть просто картошку одну, с грибом, с грибом, с грибом, короче. И ты же хотела сделать картошку тушеную какую-то, да? И свинину. Жаркое хотела сделать? Я сначала хотела и жаркое сделать. Потом и жаркое. Теперь свинину хотела запечь. Потом хотела сделать Максимку. Свинину, картошку с грибами в духовке. Короче, в конце у меня получилось все так. Короче, кто хочет, так и собирает. Хочешь салат, хочешь так. Ну, правильно. Раздельное питание. Получилось раздельное питание. А так можно было все это в кучу. Да, протушить и есть, созрать целую кастерию. Ну, так что уже не каша. Ты рассказал, одну кашу иди бы все. А что это каша стоит? А ты берешь и картошка. А что это ты берешь людям, если есть одну кашу? Он тут сырками балуется. Ну, это же как бы перекус и все. А основной прием пищи у меня... Я наконец-то купила. Помнишь, в Одессе я его искала? Сулугуня. В основном нужна эта пища. У меня тарелка каши, правильно? Так что у нас еще потом открываешь горошек. И можешь себе делать супчик, картошечку. Поразберемся. Какое счастье у нас солнце в Харькове. Первый раз за три недели. Надо уточнять информацию. Первый раз нашего приезда. Первый раз солнце. Ну, так, чтобы... Может, оно и выходило на секундочку, на минуточку. Но... Надо сегодня вышло. С утра до обеда, как бы, это первый раз. Кстати, еще листики висят. И да, я забыл же. Хочу напомнить, подпишитесь на Анку Харьковчанку. Вот она рядом. Канал Анка Харьковчанка, описание внизу. И вот сейчас будет название здесь. Да нет, просто я сейчас в активном поиске, как говорите. Я не могу понять, зачем это надо. Кому это надо. Непонятно, для чего это надо. Поэтому у меня куча у Валерии всегда оправданий. Зачем, почему, а кому оно надо. Он мне говорит, людям надо. Я говорю, какие людям. Вот он теперь тулит свою программу. Подпишитесь на канал, чтобы Аня снимал. Да, так покажите интересное. А я сейчас, как хожу по магазинам, тренируюсь. И, типа, пытаюсь правильно питаться. Если кому-то это, конечно, интересно, то добро пожаловать на канал Анка Харьковчанка. Там уже человек столько пустота. Или вообще буду показывать бабушку, сестер, племянника, Валеру Злого. Злого Валеру. Видели? О, я вам покажу. Марк Бернес. Да, блин, были, может. А я все равно. Опять одно и то же. Все равно, да, мне нужно. Подойти к нему. О, белки, 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 смотри. Он бихает, как ошпаренный. А тут она не видна. Ого, побежали. Фонтанчики не работают. Кстати, пошли сходим, посмотрим, зоопарк открыт или нет. Мы, в общем-то, вышли не только погулять. Мы приехали за чехлом для ноутбука. Сейчас пойдем. Не, ну а что мы выперлись? Я вчера рассказывал, или позавчера, когда там рассказывал, что мы никуда не ходим, не ездим. Ну, в принципе, это еще из-за погоды. А, я думаю, что мне голова мерзнет? Вот, Аня меня постригла сегодня. Надо показать. Вон. В черте, что? Короче, она меня постригла, а у меня сейчас голова мерзнет. Я же думаю, вчера ходил, вроде не холоднее стало. Вчера ходил в шапке в этой, что-то, блин, мерзнет башка. Ёпперес. Мы прибираемся сюда. Мы идем с Валерой в парк Шевченко, и он всем его показывает. Так, я смотрю, как что меняется. Это же можно каждый день ходить, какая разница. Идут меняется, кстати. Смотри, вот этих вот не было больших таких горшков для цветов. Так, мы сейчас решили, да, пойти посмотреть зоопарк. Дело в том, что вчера родился, родился, этот, щенок, хотел сказать. Родился слоненок в нашем зоопарке. И праздновал, зоопарк, праздновал. Подожди, а они в костюмах были, вот эти обезьяны, или нет? Или их поменяли? Не знаю. У нас тут оркестр из обезьянок. Это здесь, вы помните, из мультфильма, который они выросли, да? В каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке. Вот эту песню они поют, да? Не работает зоопарк. Видите, а Ксюша сказал, что работает. А уже вроде бы я видел, кто-то посетители были. Где-то я на ютубе вроде видел. Ну, короче, вот так. Вот, кстати, можно посмотреть, что тут будет. Вот такая вот локация слонов, королевства. А ну, сейчас я посмотрю, что тут хоть вообще понастраивают. Или уже понастраивают. Далекий схит. Локация. Такая у нас экскурсия в зоопарк. А я, кстати, я, кстати, что вкус у меня была на этом зоне. Я еще хотела тебе сказать, что он туда умный нам написал, что они работают, вас обманули. Ну, года через полтора еще. В смысле, да? Да. Подожди, а кто-то вроде видел. Ну, тоже слушай больше своих этих. Так видел, вроде же. Не, писать. Я в ютубе. Да, открыто там еще вот все в ремонтах. А, да? Ну, ладно. Ты возишь в центральный вход. Кафе какое интересное, смотри. В ангелинском стиле, да? Пойдем кофе попать? Да нет. Что, напить и кофе? Дома напились уже. Экономия. Экономия. так уборка листьев происходит смотри тебе больше нравится с листиками вот так или вот так когда их убрали посмотри но это все смотри есть зелень всегда она и круглый год а это только осенью это время что он даже не должны полежать немножко вот побыть чтобы осень побыла посмотри красота всякая красота красиво вот настоящая осень чё ты задумала что ты хочешь сфоткать тебя а хорошо по газонам не ходить а нигде не написано кстати и почему не ходить вопрос везде во всех странах наоборот все лежат на травках отдыхают а у нас везде не ходить не лежать не стоять не сидеть хороший сад не что-то находится парком назвать он похож большой такой на парк похож стане ходит а мысль и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маленький лис. Золото нашло. Лисы маленькие, вон козырок побольше. У нас, короче, в метро золото продают. В каждом лотке. А почему? По 100 гривен? Ого, сколько золота. Видишь, 180 гривен, 120. Такое. Столько всяких. Аня говорит, раньше любила в метро ходить, это ты так разоглядывать. Это тебе было нечем, когда школу прогуливала. В метро можно найти все, что хочешь. А тут чехлов нет? Спроси, для ноутбука. Что-то мы, блин, приехали за чехлом. У вас для ноутбука нет чехлов? Зашли в цитрус, зашли в воло. Нет. Идем теперь по метро. Смотрим. Потому что нам надо перейти через площадь. А площадь уже огородили. Ставят елку. И я не шучу. Там ставят елку или не ставят? Или елку ставят уже? Да. Уже скоро Новый год елку ставят. Офигеть. Елочка. Вот уже ставят елку, делают всякие декорации. Кто не поверил, вот смотрите елка какая. Ого. Крутяк. Ого, она здоровая какая. Похоже, украшения будут те же, как два года назад. Два года назад вот эти вот, видите, беленькие украшения такие. Короче, я развеиваю интригу. Елка будет украшена по-старому, вот видите. Здоровая, блин. Запахло Новым годом. Ага. И каток строят же. Ёп, его каждый год заново строят. Ничего себе. Я как-то не обратил внимания, что его не было. Я думал, он круглый ход. Будущий каток. Будущая елка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok